Встреча без галстука Сегодня я просто Андрей Савельев на даче Как знаете, есть там картина, вот эта картина Это официальный портрет, да, с какими-то регалиями и так далее А есть просто это на даче Я тогда этюд и картинки Кирилла Марабаш Иван Траковский в гостях, Андрей Николаевич на даче Сергей Смирнов, тоже в гостях, как Иван Все вы представляете, я так понимаю, можно назвать оппозиционными политиками Данному существующему режиму И поэтому я сразу вам задам такой вопрос Скажите, для каждого из вас, что такое компромисс в политике И насколько каждый из вас готов к компромиссу с действующей властью И при каких условиях? У меня особая ситуация Я считаю, что на свою жизнь я все компромиссы уже на какие мог пойти Я уже сходил И теперь даже если я захочу с кем-то компромисса То ничего не получится, потому что никто не поверит Внутренняя сущность компромисса Это все равно человек стремится к тому, чтобы Что-то свое протолкать Уступив где-то, а в чем-то основном Сохранив свои позиции и их реализовав И когда в жизни этот ресурс постепенно расходуется И у меня лично он израсходован практически полностью И несмотря на то, что я готов к компромиссам Но как-то в последнее время совсем с этим плохо Поэтому я готов к компромиссам с теми Кто готов к компромиссам еще с теми С кем я уже не могу идти на компромиссы То есть если действующая власть хоть в чем-то, так сказать Попытается сблизиться с мнением народа Вы по-любому, как говорят, никак Да, по-любому, даже страшно сказать Что будет по-любому, как я на это отвечу То есть лично со мной власть на компромиссы никогда не ходила И я думаю, что уже никогда не пойдет Я думаю, что компромисс это, наверное, понимание В чью сторону можно повернуться спиной А в какую сторону можно смело стрелять Вот, наверное, в таком смысле я это понимаю Но для более ясного осмысления То, что я, например, здесь нахожусь Для меня это не компромисс Это естественный порядок вещей Ну, если мы говорим, что у каждого человека есть свои принципы Если мы говорим, что власть у нас оккупационная То какие у нас могут быть отношения с оккупантами Единственный вопрос, что компромисс должен быть с их стороны в нашу сторону То есть если они посыпут пеплом голову Раскаются, приведут нас к власти И будут нам полностью помогать в расследовании преступлений, которые они совершили Сами с родниками Тогда у них есть шанс на жизнь А жизнь это ценность Да, совершенно согласен с Иваном Прямо с языка снял Компромисс только в том случае Когда они будут уходить, покидать свои места И то, по-моему, у них со всеми Удастся к компромиссу прийти Потому что они сами к этому не подвинутся Друзья, ведь у нас на самом деле вопрос не о компромиссе с властью Они же не собираются Мы им послание посылаем Мы вообще-то готовы вас пожалеть У нас проблема компромисса это внутри оппозиции А с ними у нас фактически это чисто теоретически Может быть кто-то из них подумает о своей жизни, о совести А реально этого не было никогда Ну просто никогда и ни разу Есть страх за свою жизнь и за жизнь своей семьи И когда в один день это критическая ситуация Есть шанс, что какие-либо люди, прислужники Компромиссу понятно, им деваться уже некуда А вот именно прислужники Они развернутся, крыться лицом Покаются Покаются, понятно, что не искренне Затечество, я осознал Лгом в пол побиться А хотя бы за собственную шкуру И мы этим спасем энное количество жизней Покаяться может каждый И в любой момент жизни И даже самый последний разбойник Может найти в себе какую-то искру Божию И понять, что он... Как я тут сказал про этого артиста Ефремова Что он сказал, что все, там кончился артист Ефремов Да, если он покаялся искренне Он может покаяться, но он не может дальше продолжать быть артистом То есть в этой роли он действительно закончился И эти люди, вот если они во власти возникнут Такие, которые захотят покаяться То они уже во власти не могут находиться в любом случае Вот даже покаявшись А кто-то может в монастырь уйдет отмаливать грехи И кто-то пойдет там, не знаю, вмести улицы Вместе с таджиками, да, которых он сюда завез и так далее То есть здесь есть тоже какие-то такие грани Подобного компромисса, которые требуют От того, кто на него пошел со стороны власти Ну какой-то очень фундаментальной духовной перестройки Ну, возвращаясь к протестным силам Это, наверное, все-таки Есть такое русское слово «соглас» Ну, как бы, вот мы, если мы в согласии Если все нам понятно, мы действуем вместе А компромисс это, где нет душевного основания для согласия Есть некий логический вывод Который позволяет действовать сообща Наверное, так? Скажите, вот давайте смоделируем такую ситуацию Представим, что к кому-то из вас подходит человек Можно сказать, сподвижник, соратник Который, ну, пока еще малоизвестен И спрашивает вас там, допустим Ну вот, что делать? Что делать-то? Что вот вы ему можете сказать реально? Без красивых фраз, без общих, так сказать, форматов А именно, вот, ну что, человек разуверился, но он хочет изменений Хочет, на самом деле, нормальные жизни в России Что вы бы могли сказать? Дать свой телефон мне, раз он ко мне подошел Дать свой адрес А на месте, что вы ему можете сказать? Он же ждет от вас какого-то слова Прямо здесь Он же подходит не просто, так сказать, задать вопрос, лишь бы чего А, наверное, многие сейчас вот ждут Извечный чернышевский вопрос, что делать Я скажу, что ты мне дашь телефон, я тебя включу в телеграм-группу Мы будем вместе общаться и планировать сообща наши действия То есть, в принципе, будем говорить так Коллективное планирование и результат общего дела Вот так Потому что, если он только подошел, я же не знаю, с какими он планами подошел Гряд ли он сам за пять минут кратко мне расскажет, как Он видит, что делать Но если у него этого плана нету, то, естественно, мне есть чем поделиться Что рассказать? Надо узнать, где человек обитает, откуда он сам Насколько готовы к реальным действиям люди, которые рядом с ним Если он один такой, значит, он включается в готовую команду Если у него есть своя команда, значит, идет уже согласование планов разных команд Как часто к вам подходят такие люди? Подходят, к сожалению, не так часто, как хотелось бы И в основном даже не подходят, а пишут как-то вот издалека где-то Ну, может быть, потому что я сам предложил такой порядок действий Потому что для людей на сегодня, наверное, так удобнее, чем дожидаться встреч каких-то Да и мне так удобнее, на самом деле, в большом количестве случаев Поэтому пишут в почту, пишут на телефон, в каком-то мессенджере Ну, где-то, не знаю, два новых знакомства в неделю, вот, наверное, в среднем так Хорошо Формат деятельности изменился Если раньше уличных мероприятий было за год, ну, около 15, как на скидку, если не больше То такая ситуация была практически на каждом И у каждого, кто занимался в организации данного мероприятия, там, пикет или что-то еще Как правило, так и вставай в наши ряды, что еще можно сказать Потому что, если ты хочешь услышать рецепты здесь на пол ноги, ну, это совершенно не ядно Объяснять чего-то человеку Вставай в наши ряды, и ты поймешь, что надо делать Добавлю, вот, тоже много обращений, писем Что отвечаю? Самоорганизация на местах В чем заключается? Если человек активный, у него есть друзья, соратники, соседи, там, сработники И объясняет, что впереди ведет голод, смута, убийства И если мы не можем встать сейчас за Родину, то хотя бы должны объединиться перед угрозой смерти личной и собственных семей И готовиться к смуте к осени Да, единственный момент, который является объединяющим То есть, вот как наши виды, да, все объясняют, что мы должны вставать за социальное справедливое государство Чтобы социальное справедливое государство создать, нам необходимо построить суверенную экономику Чтобы суверенную экономику построить, необходимо национализировать национальное богатство То есть, забрать у варья то, что принадлежит всему народу Для чего? Для того, чтобы не было градаций, разделяй и властвуй Желтых, красных, синих, голубых, там и тому подобное Вот и все То есть, все идем под этим знанием за социальное справедливое государство За справедливость для всего народа где не народ для государства, а государство для народа. И мы все являемся братьями и сестрами, и у нас семейный порядок. Хорошо, когда есть время обстоятельно проговорить, а если уже как-то оказались, грубо говоря, в одном окопе, ну тут все проще, там все просто. Я добавлю, что очень часто люди, которые спрашивают, что делать, они на самом деле ждут какую-то индульгенцию, даже если ты ему скажешь, что делать, он скажет, ну какая партия, какая самоорганизация, ну вот что-нибудь попроще, а нет, вот это я уже не могу. То есть задают вопрос ради поиска самого предмета отрицания, чтобы зацепиться за то, что он как раз делать не будет. Ну вот вы и вы не знаете. То есть я вас спросил, что делать, и вы не знаете. Бывает, совершенно не бывает. Ну сейчас, кстати, действительно показать, это один из показателей, что довольно много людей стали обращаться с этим вопросом, что делать, поэтому я и ролик такой выпустил. Что касается социального государства, то тут я бы другой подход предложил. Социальный государство настолько далеко от нас еще пока, что сейчас только личный нравственный выбор может вообще что-то спасать. То есть я являюсь источником справедливости, я являюсь, я не требую от других справедливости к себе, ее не будет. Мы в потопе просто несправедливости находимся и тонем в нем. И единственное спасение, вот личное спасение состоит в том, чтобы самому не допускать несправедливости. А вокруг будет море несправедливости. Пока мы придем к моменту, когда мы можем сказать, фу, ну вот наконец мы социальное государство построили. Это столько усилий, надо вот этот потоп сначала остановить. И спастись должны те, кто почувствовал, что нельзя самому быть частью этого потока или потопа, который нас просто смывает из истории. А для этого есть идеология. Любой государство начинается с идеологией. Вот допустим, у нас идеология служения, идеология семейного порядка, то есть понятие, что мы все братья и сестры, и должны мы служить друг другу. Вот так все, о чем мы говорим, что ответственность должен как раз брать на себя, не ждать справедливости от других, а сам давать в нем справедливости. Ну и третье, это духовность-нравственность. То есть духовность для православных и верующих, нравственность для тех братьев, которые являются атеистами. Вот, потому что без нравственности мы понимаем, что мы все опять прожрем, прогадим и уничтожим государство, для которое мы решили создать. То есть мы говорим о том, что должен быть создан человек нового формата, как и общество нового формата, формата служения. здесь я бы хотел даже вернуться к первому вопросу я когда его слышал слушал я даже обрадовался когда ведущий говорит компромиссы идти на компромиссы и расстроился когда услышал с действующей властью я как раз у нас более актуально то что я андрей николаевич говорил у нас сейчас более актуально как раз компромиссы здесь внутри своих соратников я пускал соратник вот в этом плане как раз то что говорит сейчас Иван и может стать нашей объединяющейся это вот я когда тебе говорил хорошо что ты глубоко не копаешь вот вот есть и вот на этой на этой позиции можно и нужно будет объединяться и искать компромиссы которые неизбежно складываются в виду исторических исторических и идеологических смотрите сейчас в обществе очень часто бытует такое мнение много разговоров идет о православии о роли церкви в нашей жизни многие называют даже рпц таким знаете своеобразным органам пропаганды кремля и так далее вот смотрите если в жизни общества народа наверное у многих есть какие-то примерные планы как улучшить жизнь скажите а чтобы вот каждый из вас если бы это зависело от него как бы он видит что нужно сделать сделать чтобы повернуть может быть повернуть может быть какой-то другой термин вы скажете между отношение церкви как бы к по-настоящему к вере к народу а не исполнять роль какого-то вот политического обслуживающего персонала я понимаю вопрос сложный надо вариться в соку епархии наверное чтобы это лучше понимать но все-таки взгляд со стороны наоборот пожалуйста мне один батюшка когда-то давно уже сказал что в конце времен вообще-то может оказаться и так что те кто в церкви вообще не заходят будут ближе к христу чем те кто там все посты соблюдает наизусть знает множество молитв и так далее то есть жизнь по-божески она совсем не то есть она как бы проще если ты в церкви в земной организации церкви проще то есть там к этим истинам прямой путь вот проложен апостолами и повторение того что пришло от апостолов это это есть путь к христу приходит туда наивный человек и тоже задает вопрос что он говорит тоже не что делать а как жить как мне жить вот дорожка она пожалуйста ты можешь и и там как бы и в длину и в глубину все все есть вот но поскольку действительно земная церковь находится в состоянии так также оккупированном как и наше земное отечество а небесная церковь она недоступна этим силам и небесное отечество тоже им не по зубам вот они просто нас хотят уничтожить вот и все и мое убеждение в том что церковь вот и в ее организационной форме нынешней как московской патриархии невозможно реформировать ее нужно освободить также как нужно освободить государство то есть церковь это церковь рпц это рпц для меня это как бы два разных понятия рпц мп это но хорошо если говорить о том но все-таки вот опять же к делам как-то да больше вопросов был направлен если посмотреть на церковь как на ресурс и сказать что это одно одна из возможностей человека направить подсказать что то так же как и от каких-то там чиновников государства в целом также и от церкви которая сейчас связана с государством я церкви вообще на я бы ждал и советовал бы тем кто может это сделать направлять и помогать в первую очередь людям которые занимаются организацией других вокруг себя то есть подтверждать что дело это благое и пытаться каким-то образом помочь подсказать если можно то и поделиться каким-то ресурсом в этом потому что зачастую человек который хочет просто помочь близким он упускает что-то в своей семье что-то вокруг себя он вынужден отдать что-то из своего добросердия из-за того что он боль другого воспринимает как свою он ориентируясь на другого отдает что-то этому человеку свое и из-за этого иногда совершает какие-то ошибки просто утраты какие-то допускает которые весьма горьки для его окружения поэтому вот здесь нужна помощь в том числе и священников и обычных прихожан которые это понимают и могли бы подсказать помочь вот такая поддержка организаторов людей которые вот на себя замыкают чужие проблемы боли вот такая поддержка дорогого стоит и она сейчас очень нужна я добавлю то что в самом деле на церковь в оккупации как наши государства там такая же жесткая и гнилая вертикаль сверху вниз которая подавляет народ то есть у нас уничтожен соборность то есть мирянин тоже церковь который к сожалению первой иерархии забыли и если мы говорим о спасении церкви спасение церкви я сейчас вижу только в создании община круг церквей если бы священство было свободно в своем выборе но на него идет абсолютное давление мы знаем кощунственные приказы о закрытии храмов кощунственные приказы о окунании лжицы спирт то есть тело христово мы знаем кощунственные приказы на принятие qr-кода в том числе и священников знаем преступные приказы на присвоение нашим церквям номеров и я вижу единственное спасение нашей церкви это смене власти смене власть спасем не только старство мы спасем нашу церковь семьи общины в принципе есть у каждого прихода но они малочисленные в основном это пожилые люди основном женщины и здесь действительно чтобы спасать паству здесь сама сам приход должен ввести детей более ну как бы сказать расти числом каждый приход должен расти числом и отстаивать своих священников которые я знаю вот я был на пасху он даже не думал закрывать свой храм вот и сейчас вот надо съездить узнать что сместили его не сместили и если мирской приход будет стоять стеной и призывать еще больше увеличение своих рядов тогда что-то может действительно спасти а так и будут жрать одного священника за другим будут отжирать вот и решается она ничем это не закончится как укрепление а я от вас услышал такое допустим сейчас вещь как вы правильно подметили до разницу между понятиями компромисс власти и компромисс внутри так назовем оппозиции мне вопрос а что мешает оппозиции я не понимаю объединиться скажите что вам мешает но в двух словах не скажешь хотя бы некоторые вещи мы можем их говорить но есть те кто не готовы есть те кто рассматривает компромисс как это все для меня то есть мы должны уступить кому-то и они рассматривают это как компромисс вы не хотите объединяться вы же нам не уступаете вы нам уступаете они не хотят такого Но компромисса не будет, и потом компромисс, как я все время говорю, воевать с чертями для того, чтобы потом другие черти пришли к власти, совершенно неинтересно. Это не может быть предметом компромисса, поэтому есть те, с кем компромиссы, если они даже вне власти находятся, они могут быть врагами нашего отечества, с ними не может быть никаких компромиссов. Но мы, бывает, даже между собой не находим общий язык, и на это влияют тоже определенные факторы. Есть амбиции, есть обиды, есть личная глупость. То есть у каждого человека это парадное проявляется. Как с ними бороться? Убрать подальше и поставить Родину впереди. А что мешало до сегодняшнего дня это сделать? Что вам мешает это делать сейчас? Мы это делаем. Мы вот как раз собрались, можно сказать. Именно, я бы не сказал, что это является целью, это просто является естественным. То есть эта встреча и ожидаемый итог является естественным. То есть это не требует подписания каких-то деклараций, там... Тут уже столько в это играли, да? ...глядов и так далее. Вот я подарю сегодня всем, кто захочет взять книжку Сергея Пыхтина, которую мы выпустили. Одна из его мыслей последних была именно в том, что прежде чем политически объединиться, надо сначала сблизиться, стать друзьями. И вот этот круг, дружеский круг, он, кстати, и создает условия для компромисса. Вот это самый лучший компромисс. Когда ты понимаешь, что даже если ты не согласен своим другом, он с тобой, ну вот категорически по какому-то вопросу, ты не будешь бить горшки и расходиться с ним в дребезги. Ну, если уж это не действительно другого сломалось, тогда, наверное, так и произойдет. Но пока дружеские отношения сохраняются, сохраняется и тот самый компромисс, о котором все мечтают. Я тогда с другой стороны, чтобы совсем так красиво не выглядело, да? Есть же обратная сторона еще, к сожалению. Когда круг настолько дружественный и крепкий собирается, что возникает некоторая клановость, некоторая тейповость, да? Еще там можно другие термины использовать, если там много семейных, родных отношений, породнились люди, то там и вот эти вот какие-то национальные моменты возникают. Что получается в итоге? Мы за единство рода, мы за единство народа в целом, и вдруг какая-то группа семей выделяется, да? Настолько им тесно и хорошо между собой. А если еще они пришли к определенным рычагам властным, они начнут работать не на весь народ, а вот на этот свой тесный круг, где у них все понятно, им все хорошо и ясно. А с другими они просто не находят времени общаться, потому что какие-то непонятные люди. И что, о чем они говорят? У нас тут все решено уже, а тут какие-то новые приходят, им заново все объяснять, повторять. Вот это тоже проблема. Поэтому я не хочу там чьи-то рассматривать отрицательные стороны. Вот моя отрицательная сторона. Я достаточно радикален. И это одна из причин, почему не получается идеального компромисса. Потому что доходит до каких-то острых вопросов, и есть грань, за которой я не готов дальше договариваться, где-то там ломать себя, говорить, ну хорошо, там, этих мы вешать будем, а этих не будем, грубо говоря. Вот, ну я утрирую, конечно. Но вот есть такие моменты, когда люди ищут каких-то гарантий того, что им рядом будет комфортно с тобой, а ты не даешь этих гарантий, потому что ты говоришь, что вот на этом этапе, в этой точке будет все для народа в целом, а не для наших теплых отношений. И многих это останавливает. Вот есть такой момент. А что вам всем дает силы не опускать руки и, можно так сказать, продолжать оставаться в борьбе? Может быть там семья, вера или какие-то собственные идеалы, я не знаю. Вы как? Вот тут нам надо позвать наших жен, сейчас они спустятся, да? Ну пока они заняты, пока они заняты и не слышат. Как же у нас что-то надоело! Нет, понимаете, когда придут жены, и вы будете говорить, это будет немножко лезть. А вот пока их нет, вы можете говорить, будет свободно. Помогают, помогают, да. Родные помогают, кто с пониманием отнесся. С помощью родных, конечно, не получилось бы. Близкие люди, руки опускаются, да, когда нож в спину втыкает, свои же. То есть как свои же? Вот ветераны бывают, люди, которые являются или русскими, или другой национальности. Просто кому верил. Да, да, кому верил, да. Или которые в тебе сомневаются. Они сами же горячее патриот, но они тебе верят, но где-то сомневаются. И где-то они что-то почитали и услышали, начинают тебе ножи. На, и руки опускаются, да на, я иду, я тебя больше ничего не чувствую. Все. Потом встал, вспомнил. Вот я, председ, скажу, что я просто офицер. Поэтому у меня становится присяга, что я воевал, и что Родина. То есть это для кого-то, возможно, какие-то такие размытые понятия, для меня они четкие всегда. Это присяга и Родина. Это уже впереди, а семья уже даже где-то там, для меня, по крайней мере. И это меня поднимает. Ну, у меня вообще как-то проблем не было. Проблем была, когда ты первый шаг делаешь. Если уж взялся за гуш, да, как-то по-русски. И тянешь лямку, померись с ним. Да, да. Первые шаги, да, там, как бы... А первый шаг тоже проблем не вызвал, потому что пришел тот момент, когда надо было от книжек уже оторваться. И надо было что-то делать. И если ничего не делать, как тогда будешь детям смотреть в глаза, себе там, внутрь? Естественно, решение было принято, надо идти. А дальше уж когда пошел, все, назад. Ну, что же, очень хорошо все. Я уже закруглю эту мысль, потому что каждый из нас сказал, как бы, эмоция такого же состоявшегося взрослого человека, вплоть до преклонных лет, да, так можно уже сказать. А вот для молодого человека я как-то сразу вспомнил эту фразу из фильма. Да я дерусь, потому что я дерусь. Вот и все. Вот и все, я не могу по-другому. Я уже взялся, уже все. Это лучше, чем не драться, да? А как это так я выйду из боя? Если бой продолжается, как-то я из него выйду. Ну, я могу выйти там, отдышаться, потому что сил там нет. Ну, там, там рука продолжается. А я сейчас куда-то там свалю и скажу, ну, как я тоже люблю говорить, что, да нет, ну, какой-то момент приходит, надо заниматься там капустой на огороде и так далее. Но все равно я вот раз там в земле покопался, думаю, тут там же схватка идет, как я, а я тут капустой. Ну, так да, тяжелый какой-нибудь инструмент, так себе представишь. Да, вот я тоже, я тоже пойду. Потому что мы, как, мы скифы, мы азиаты, да, мы там и арии, и гипербореи, там сейчас все вспомнится. Ну, мы все. У нас, вот это все прошлое нашего народа, которое не отпускает, оно вдруг, где-то жизнь подталкивает, ты раньше не чувствовал. Потом у каждого какой-то толчок происходит, просыпается это в тебе и пошел. Ну что ж, Кирилл, вы сейчас упомянули как раз о женах, я понимаю, что пора закругляться, у вас уже будут. Жены и все остальное, и тем не менее, напоследок, каждый из вас кратко, что бы хотел сказать в кратком обращении к русскому народу. Кто готов? Я думаю, что такого субъекта сейчас, как русский народ не существует, есть русские люди. Есть русская нация, состоящая из очень небольшого числа людей, носителей национального мировоззрения. Вот к этим людям я хотел бы обратиться. Я мечтаю, чтобы вы стали нашими соратниками, а я бы стал бы, и любой, я думаю, здесь скажет, что он хотел бы быть вашими соратниками. Нам нужно объединиться вот этим, то есть национальным мыслящим людям, надо воссоединиться. Увеличить вот эту национальную составляющую, и тогда мы русских людей вытащим из состояния национального небытия. Оно уже пришло, вот оно перед нами, перед глазами. Если я захожу в магазин, и там 99% людей в намордниках, я понимаю, что там русского уже почти не осталось. Там какие-то есть элементы человечности и так далее. Русский язык, еще есть какое-то образование на русском языке. Но вот этой общности русский народ, вот когда входишь в этот гипермаркет и видишь всех в намордниках, уже нет. Но наша задача восстановить его, то есть восстановить русскую нацию и через нее восстановить и русский народ, как историческую общность, имеющую силу для исторического творчества, то есть для создания и функционирования своего национального государства. Есть что добавить? Смерти нет. Почему русские так горько пьют всегда и так грешат? Потому что чистый народ. У них всегда есть ген справедливости. И когда они видят при собой великой цели, они начинают вымирать. Поэтому нам нужно нравственно очищаться, умываться и понимать, что родина в оккупации, мы должны ее освобождать. Мы должны приходить к власти и строить новое государство, государство правды. На обломках царства лжи. Помимо того, чтобы русский стал русским по-настоящему, нужно быть еще готовым к тому, чтобы прозреть. Быть готовым к прозрению. Оставить все свои прошлые убеждения, если они не совпадают с открытшейся истиной вещей. А на истина приходит в трудные времена. Такая была немножко у нас сегодня неформальная, товарищеская, дружеская атмосфера. Да.